Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем наши беседы с архипастырем. На ваши вопросы сегодня ответит митрополит Симбирский-Новоспасский Лонгин. Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Сегодня православные христиане отмечают вход Господень в Иерусалим или Вербное Воскресенье. В церковном календаре этот день называется неделя Ваи. Что означает, Владыка, вот это выражение и какие богослужения особенны в этот день? Да, этот праздник называется, как Вы правильно сказали, вход Господень в Иерусалим. Мы вспоминаем торжественное шествие, въезд Христа Спасителя в Иерусалим, когда после воскрешения им праведного Лазаря, люди с радостью встречали его как грядущего мессию, постелали свои одежды и приветствовали его держа в руках пальмовые ветви. Собственно говоря, ваия по-гречески это есть ветвь пальмы. Поэтому называют еще неделя Ваи. В России, как мы знаем, пальмы не растут. И поэтому обычно на Вербное Воскресенье люди приходят с веточками вербы, первого растения, которое распускается весной. И поэтому этот день еще получил название Вербного Воскресенья. Вот такая несколько сложная история этих трех наименований, которые на самом деле означают одно и то же. Мы держим в ветве Верб во время богослужения в этот праздничный день для того, чтобы показать, что мы присоединяемся к тем ликующим жителям Иерусалима, которые встречали Христа, видя в нем грядущего мессию. Мы тоже верим в то, что Христос – это мессия, что Он пришел для того, чтобы спасти человечество. И мы присоединяемся к торжеству, к тем крикам «Ассанна, благословен гряды» во имя Господне, которыми встречали Христа, пришедшего в Иерусалим на праздник Пасхи. Вопрос от зрителей. В Евангелии говорится, что Иисус Христос въехал в Иерусалим на осле. Почему на осле, а не на коне? Да, это очень символично, потому что конь – это принадлежность, скажем так, во-первых, человека очень состоятельного, а во-вторых, на коне обычно влежали победители, триумфаторы после сражений каких-то. Христос подчеркнуто смиряется, сев на осла, и осел – это вьючное животное, оно домашнее животное, с древних, не запамятных времен, а домашненное, в том числе на Востоке. И это символ того, что Христос приносит мир, не войну, не меч, а мир тем народам, которые принимают его как мессию. – Следующий вопрос от зрителей. Мне сложно понять, точнее даже принять, что жители Иерусалима, после того, как встретили Иисуса Христа с почестями, буквально через несколько дней схватили Господа и повели на глумление и убийство. Почему они это сделали? – Во-первых, потому что оказались обмануты в своих ожиданиях. Я уже сказал, что торжественный въезд на осленки символизировал мирное устроение и мирное будущее тех, кто верит Христу как Мессии. Иудеи ждали Мессию, но это ожидание, хотя и пророками предсказано, что Мессия – это духовный вождь Израиля, это тот, кто придет спасти все человечество. Люди считали, что Мессия прежде всего – это освободитель. Иудея была под властью Рима, и под этой властью, хотя власть была достаточно мягкая, но все равно считала себя униженной и оскорбленной. Поэтому люди всячески старались, мечтали, по крайней мере, от этой власти избавиться. Напряжение такое, с одной стороны, эскатологическое, а с другой стороны, напряжение, связанное с желанием освободиться как можно быстрее от власти Рима, оно было очень сильным в Иудее того времени. Достаточно много в разное время, в разных местах появлялось вождей народа, которые собирали какие-то группы и устраивали восстания. Римской власти приходилось достаточно часто их подавлять. Поэтому напряжение было большое, и когда люди услышали о том, что вот не просто учитель, а человек, который реально сварит чудеса, воскрешает мертвых. Воскрешение Лазаря – это было совершенно необыкновенным таким событием, которое произвело, буквально ошеломило весь Иерусалим и всю Иудею. И они поверили, что вот Мессия. И он сейчас, мало того, что он придет, и они его встречают с честью, он должен их собрать, повезти и освободить Родину от иноземных захватчиков. А Христос этого не делает. И люди оказались разочарованы в этих своих ожиданиях и требованиях. Поэтому так легко они поддались на противоположную пропаганду. А потом, ведь толпа – это то, чем удобнее всего манипулировать. И всякое вроде политтехнологии – это же не только изобретение 21 века или 20-го. Это было всегда. И мы знаем из Евангелия о том, что буквально слуги Синодриона, слуги архиереев и первосвященника, они просто ходили и подзуживали народ, агитировали народ за то, чтобы те кричали «распни его» в отношении Христа и требовали отпустить ворову, разбойника, вместо Христа. Вот, собственно говоря, такой пример достаточно древних политтехнологических действий. Вот он представлен как раз в этом событии. Сразу после вербного воскресения следует Страстная Седмица. Как ее следует провести? В чем особенность этой недели? – Особенности этой недели в том, что она исполнена очень глубоких содержательных богослужений. В церкви, точнее церковь, как бы вместе со Христом переживает события того времени. Его вот, начиная со входа Господня в Иерусалим и до воскресения Христова, церковь день за днем и даже час за часом следует за Христом Спасителем. Эти дни необыкновенно напряжены в богослужебном отношении и называются в церковной традиции великими или чистыми. И вот здесь начинается некая путаница. Вот сколько я служу в церкви, сначала священником, потом архиереем, вот эти вот последние дни перед Страстной Седмицей на всех проповедях, там, где я бываю, там, где я служу, я всегда говорю примерно одно и то же. Я призываю людей, объясняю людям, что чистым понедельник, вторник, среда, четверг называется не потому, что надо вычистить весь дом, вымыть все, что можно вымыть, постирать, погладить и помыться самим, это самым тщательнейшим образом, да? Нет, просто они чистые, потому что это синоним слова того тех событий, величия тех событий, которые происходят, за которыми шаг за шагом идет церковь и призывает нас идти вместе с нею. Понедельник, вторник и среду на Страстной Седмице совершаются последние в году литургии прежнеосвященных даров. Уже само это означает о том, каким напряженным было воспринятие Страстной Седмицы в сознании первых христиан. Да, это ведь предполагает, что люди причащаются на каждые из этих дней Страстной Седмицы, кроме Великой Пятницы. Это в Великий Четверг, когда надо не просто там почистить дом и постирать занавески, а или спичь куличи и покрасить яйца. Это день, когда мы вспоминаем Тайную Вечерю и установление Таинства Евхаристии, а также предательство Христа Иудой. В этот день надо обязательно быть в храме. В этот день надо обязательно причаститься. Вы знаете, я пришел в церковь достаточно давно, я уже сам немножко удивляюсь, это было около 40 лет тому назад, когда еще мало того, что была советская власть, но были еще люди, церковно воспитанные еще тем старым поколением русских православных людей. Вы знаете, вот в те храмы, в которые я ходил, в Великий Четверг творилось что-то невообразимое. Такое впечатление, что все шли для того, чтобы причаститься к Святых Христовых Таинствам. И вот я долго наблюдаю за этим. Вот это всеобщее причащение, оно как-то переместилось на вербное воскресенье. Сейчас больше всего народу причащается на вербное воскресенье, а в Великий Четверг в храме совсем немного людей. Ну, много, но не так, как могло бы быть, не так, как помнится, скажем, мне по моей церковной юности. Вот как-то вот люди меньше стали ходить в эти великие дни. Что, конечно, неправильно. Вечером, в Великий Четверг, мы совершаем службу с чтением 12 страстных Евангелий, когда читается 12 отрывков из четырех евангелистов, повествующих о вот этих вот событиях предательства Иуды, взятие его под стражу в Гефсиманском саду, суд Пилата, обичевание, распятие и погребение. Это особая служба, очень глубокая, на которой тоже нужно присутствовать, ну, имея хотя бы малейшую возможность для этого. И дальше пятница, день смерти Христа, когда мы даже не совершаем божественную литургию, никакую необычную, полную, не прежде священных даров, именно потому, что это день такой совершенно особый, по-настоящему скорбный и трагический день всего года. Вот. В пятницу же днем выносится плащаница, символический такой плат с изображением положения Христа во гроб. И вечером совершается служба погребения спасителя, очень такая торжественная, умилительная, где мы, собравшись вокруг плащаницы, символизирующей гроб Христа, воспеваем надгробные песнопения ему. Вот. В этот день тоже хорошо бы всем присутствовать в храме. В Великую Субботу Христос во гробе. И однажды в году вместо хирургинской песни поется такое песнопение. «Домолчит всякая плоть человече и достоит со страхом и трепетом царьбоцарствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися вснеть верным». Вот эти службы, конечно, совершенно особые. И человек, который осознанно присутствует на них, переживает то, что происходит, то, что читается, поется в храме, он, конечно, во-первых, он по-настоящему готовит себя к встрече Пасхи Святого Воскреса. Сейчас спрашивают, а вот как встретить Пасху-то? А вот что надо делать? А вот надо быть на службе и слушать, и участвовать осознанно, сознательно. Вот это вот и есть подготовка к встрече Пасхи. – Вы уже сказали, что в четверг чтение идет 12 страстных Евангелий, но это называется еще Пасхой Креста. Вот почему? – Это древнее наименование, потому что это такая, я бы сказал, кульминация всего церковного года. Это повествование о страданиях, крестных страданиях и смерти Спасителя. Собственно говоря, Пасха, вот она состоит из двух частей – Пасхи Креста и Пасхи Воскресения. Вот Пасха Креста – это великий четверг вечером. – Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Субтитры создавал DimaTorzok